Подожди! Я устал ждать! 12 лет ждал! В Аскабане! Бонжур! Сегодня мы посмотрим, обозрим и облапаем такой свежей ирастрой, как Крепление и Клинок 2 Знаменосец. Многие мои постоянные зрители, привыкшие к видео по типу прятков, паража, ДЦП, Секрет Лаборатория, уделенно спросят Да кто такой этот ваш Маннед Блэйд нахуй? Ну, чё вам ответить? Цпреви быдло! Но не спешите писать дизлайк, отписка, скатился, я вам всё поясню. Как пишет нам Википедия, игра Гора и Ножек, вышла в далёком 2008 году от турецкой студии Tell Worlds Tell Worlds Блять, ну вы поняли. Всем так понравилось избивать бедных родоков в первой игре Что фанаты начали ожидать вторую часть. И вышла она очень даже оперативно. Спустя 9 лет после анонса. Но не будем о грустном, начнём наконец-то с игры Первым делом нам предлагают выбрать культуру-родину своего микрочелика. И увы, выбор по-настоящему эскобарский. Влады. Владоны или Владики. В общем, бывшие свады из первой части. Любят тяжёлые конницы, арбалетов и быдлую пехоту с алебардами. Можно кратко описать как Стургия. Помесь викингов и Руси. Можно кратко описать как Империя. Типичные римляне. Можно кратко описать как Да тут, в общем, без комментариев А сираи. Типичные сарацины We will take Jerusalem Deos, 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 Deos Короче, батоны. Можно кратко описать как Хотя, знаете, я так до вечера распинаться буду. В общем, выбирайте тех, у кого арт покрасивше Из нововведений сразу заметен редактор Чилипупеля Которые неплохо так подтянули, отчего сделать урода стало значительно проще Но я решил не издеваться над персонажем и сделал Ярку из Ведьмака Также при выборе предыстории нам сразу показывают изменения в характеристиках персонажа Так что теперь сделать Мэри Сью даже проще, чем в ролевой по всех аниме После создания персонажа нам предлагают пройти обучение Ну, гайс, я вас умоляю, мы же в СНГ живем Вы бы еще предложили играть не на хардкоре Окей, сложность изи Рождаемся в этом жестоком мире Даем название своему клану Выбираем наш флаг И идем в окно навыков, ведь я не рассказал о главном, прокачке Она, кстати, несколько схоже с таковой у Скайрима Получаем уровни путем прокачки умений Которые на определенных значениях открывают нам выбор из одного или двух перков Сами же уровни дают очки статов, что бафают нашу силу или другие параметры на выбор А также очки ускоренной прокачки, что позволяет быстрее обучаться навыкам Блять, ты это сочинял Рассмотрим же их поподробнее Одноручное оружие Дает баф при избиении врагов одной рукой Двуручное оружие То же самое, но только с двумя руками Древковое позволяет насаживать врагов на алебарды и копья Луки, дротики и арбалеты позволят играть в КС даже во время средневековья Навык верховой езды позволит использовать более крутых скакунов Ну а остальным уже сами разберетесь Не маленькие Как и в прошлой части, это начинается с найма бомжей в отряд И покупки просроченной гречки по скидону для будущей армии Кстати, во второй части сделано это значительно удобнее Да и сами микрочеллики теперь предлагаются различными дебилами Хорошее отношение с которыми открывает доступ к еще большему количеству и качеству нанимаемых войск Самыми очевидными занятиями на начале у вас должна стать торговля, охота за головами или выполнение заданий Но это слишком долго и вообще-то не по-царски Поэтому, как настоящий рыцарь, мы идем на турниры Кстати, во второй части они почти не поменялись Просто стали более наглядными и удобными Плюс появился приз, который выдают за первое место Че, блядь? Тебе пи***я, чувак, тикай сцела Так, все, убью зеленого Не-не-не, желтого, желтого Не, зеленый, все же зеленый Да, че, зеленый тебе пи***я Пиздить, желтый, помоги Давай, мащи его почкам, давай-давай А, сука, подставай Хе-хе Ну че сказать, щиты силах Приветствую тебя, странник Я предводитель благородных лесных разбойников А это мой верный сарасник Мы грабим богатых и отдаем добытых в ломбард Ну, начальные бандиты не поменялись от слова совсем Не-не, ну Сергей, не хочу никого убивать Можно ли как-то прокачаться по-мирному? Ну, в принципе, можно, я бы ответил Например, торговлей Так, это шерсть тут 36 Получается, съем ее в зеленике Продам это 70 Плюс подоходный налог Плюс тарифы на импорт Ладно, нужно попробовать Я получил Ээээ, 200 Ну, в принципе В принципе, с увеличением бюджета Как же, сука, скучно О, два очка оторвавли Ладно, это слишком скучно Так, а че там по заданиям? Так как игра находится в раннем доступе Практически все квесты представляют из себя Принеси, подай, убей Соси член и не болей Но иногда сама механика игры Приносит разнообразие в сами квесты Заодно Подкидай дров в ваш пукан Поясню на своем примере Так как мой персонаж благородный рыцарь Я решил взять задание в типичном таком зажопинске В котором мне требовалось отправить в город стадо овец за отмеченное время Ну, простейшие квесты и легкие деньги Я бы сказал Если бы не одно но Ебучий эпис, кем бы он ни был Собрал вокруг города армию Решил его осадить А сука, если он в осаде То и зайти внутрь нельзя И квест ее успешно просрав Затаив ебучие обиды на этого блюдка Сука, отдай мои деньги, мразь Ладно, попробуем че-то другое Наемничество Вы че, дауны Зачем вы закончили войну И при этом наняли меня Сука Еще и армию собрали Блин, конченые Охота за головами Ну и че это такое, блин? Как мне воевать, сука? Мы че, мы выиграем или проигрываем? Я не поня... А, не, все выиграем Создание собственного бизнеса С деньгами разобрались Так что речь пойдет о компаньонах Все, что вам стоит знать о напарниках Это то, что не нанимается в тавернах Прокачиваться даже медленнее, чем сука Передвигается тренды в третьих героях И абсолютно бесполезны в бою Лол Протяни мне руку помощи, соратник Да пошел ты нахуй Единственные полезные напарники в вашем отряде Это медики, которые ускоряют лечение ваших войск И уменьшают шанс их смерти во время боя Все остальные напарники же нужны чисто для создания караванов Которые, как и мастерские, приносят пассивный доход Как я задолбался все это монтировать Просто пиз... Основное назначение сюжета в игре Это создание собственного полноценного государства И как вы думаете, что нужно вам Обычному страннику или наемнику Дабы получить право считаться равным великим главам других государств Правильно, найти на карте 10 правителей и лордов И попи***ть с ними за жизнь Понимаю Ну ладно, есть там продолжение в виде поиска Легендарного знамени Всеколь-Радии Но это делается за пару минут И потом хоть обмазывайся своими королевствами Управление вашим королевством делится на два с половиной аспекта Почему именно столько, ну расскажу позже Первое. Управление собственными владениями Теперь вы можете не только управлять гарнизоном, как в первой части Но также улучшать постройки Вливать их в ускоренное строительство деньги И даже выбирать вектор развития поселений Что приписаны к замку или городу Зажиточность позволяет получать деньги с поселений Безопасность показывает количество бандитов вокруг Питание нужно банально для того, чтобы ваши гарнизоны и население не помирали А верность... Честно, непонятно, зачем она нужна Наверное, чтобы ЧСВ свои тешить Также, помимо гарнизона, ваши цитадели стергут и ополчение, которое набирается с окружающих деревень Второе. Управлять внутренней политикой государства Нанимать наемников, голосовать во время раздачи владений и даже подписывать королевские указы Все это требует влияния, которое можно получить путем сражения с врагами или же через бонусы от этих самых королевских указов И вот мы добрались до нашей половинки Так почему же два с половиной? А все просто Внешняя политика, которая должна быть третьей Тупо не готова Вы даже обнявить войну никому не можете со вкладки дипломатия Из-за чего это приходится делать путем ограбления вражеских деревень Такие вот дела Ждем обновлений Систему сражений неплохо переработали Сделав нововведение как в боевой системе, так и в системе команд Теперь у вас на выборе есть множество боевых формаций Начиная от попсовой линии или стены щитов и заканчивая клином или квадратом Колющее оружие теперь игнорирует часть брони В то время как щиты не промягничивают стрелы, а блок не ставится автоматически Именно поэтому луки и арбалеты стали жестко нагибать на поле боя Осады городов и крепостей полностью переделали Создав огромную вариативность захвата чужого имущества Что кстати незаконно и карается уголовной статьей Но так как у нас средневековье и ОКРФ еще не придумали Охуй Как показала практика, долбить город одними только лестницами Это почти самоубийство Слив армии и вообще воз в одноклассниках засмеют Так что есть две самых ходовых тактики И еще одна секретная Первое Вложиться в навык инженера Построить миллион трибушетов, башен и таранов После чего разнести весь замок с его стенами в хлам Можно делать как на глобал карте, так и прямо во время штурма Да-да, теперь в игре есть полноценные пиво-пиво по стрелушке Катапультами, разрушения, ну вот это все такое Самый веселый и сложный вариант Вторая Ложиться в тону зерна и мяса Окружать город и просто ждать Пока у гарнизона не кончится еда И они не попрут на вас в открытое поле Я так понимаю, не нужно говорить, что их там ожидает И последняя секретная тактика, которую я уже успел запатентовать Все просто, становитесь прямо у входа в город, но не осаждаете его Напасть гарнизон на вас не может, но все так же страдает от голода И спустя время просто сдается от скуки и отсутствия интернета И он стал лучше Действительно лучше Но увы, игра опоздала лет эдак на 5 Так что сейчас все кажется все равно устаревшим Впрочем, можно оправдать игру за битвы размером в 1000 рил Но осадочек все равно остается Также игра научилась использовать как минимум 12 ядер или потоков Так что моя турборяженка 1600 очень даже довольна Также в игре присутствуют баги Но стоит отметить, что в критических, которые не позволяют дальше играть Я не замечал Так что все в пределах адекватности Как и предполагалось, все оказалось очень даже классно, но не идеально Нормальных сюжетных заданий все еще не завезли То и дело со спины подкрадываются фрезы во время мощных замесов Есть проблемы с балансом доспехов Требуется также доработать напарников и скорость прокачки А то последнее больно долгая Ну и запилить дипломатию, конечно В целом мы получили все тот же первый Mountain Blade Но с графоном, поддержкой многоядерных процессоров, огромными баталиями в 1000 рил Удобством и вниманием к мелочам Думаю с патчами, а потом даже дополнениями Игра обрастет морем новых механик и станет даже круче Мое мнение, стоит ли покупать сейчас игру? Я думаю стоит, но только по скидону Как раз распродаж, баги пофиксят и добавят того, чего не хватает Ну на этом как бы все Подписывайтесь, ставьте вот эти ваши лукасы До свидания